Приветствую вас, друзья мои! Как и обещала, хочу предложить вашему вниманию информацию о крушении вертолёта под Киевом, где погибла верхушка МВД. Это глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Йенин. Ну, что здесь сообщается? В принципе, ничего такого. То есть взлетели, упали, погибли. Погибло 16 человек, включая троих детей. Я думаю, что трое детей – это те детки, на которых, может быть, упал самолёт. Я этого уж не рассматривала, но я посмотрела именно главу МВД Монастырского. Кстати, фамилия такая, Монастырский, да? И Евгения Йенина, то есть его заместителя. Я рассмотрела ситуацию. Есть ли предпосылки? Почему случилось так, а не иначе? Ну, и, скорее всего, кто в этом виноват? Ну, единственное, о чём хочу попросить, но отнеситесь к этому разумно, потому что, как говорят, из песни слов не выкинешь, и люди, которые, как нам кажется, незаменимые, ангелы во плоти, иногда оказываются не такими, какие они есть или же бывают на самом деле. Договорились? Договорились. Сообщается также о гибели Евгения Йенина. Это заместитель министра внутренних дел с 2021 года, то есть до своей смерти в 2023 году. Здесь очень интересно вырисовывается у него судьба. Во-первых, этому человеку не надо было быть, знаете, таким заметным. В целом же, что касается его ухода из жизни, то такое предупреждение было уже в 2022 году. Он чётко это знал, он чётко это понимал. Он чудом остался жив, если можно так сказать. Ну, это где-то май-июнь месяц. Ну, ещё там в августе были такие, как бы, как я говорю, звоночки. Что касается 2023 года, ну, здесь немало, как говорится, есть указаний на то, что это опасности, которые могут принести совсем не то, то есть нельзя не переоценивать силу Вселенной. Вот так я скажу. И это неудачный период. Это тот период, когда небеса уже не покровительствуют его общественной деятельности, равно как и проявлению даже его щедрости и великодушия. Во-первых, он вызывал у окружающих раздражение, а не благодарность, то есть не любили его. Здесь есть указания, возможно, только на этот период, потому что я смотрю только, ну, 22-й и 23-й год. Здесь надо, надо было отнестись очень осторожно к дарам судьбы, так как они могут стать предметом тревог. И здесь очень сильно проявляется именно его общественная деятельность, его карьера, именно указания на карьеру, хотя он является заместителем. Вы знаете, как говорят, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, а здесь, к сожалению, всё наоборот. Вот уйти он мог до середины февраля, его бы убрали, потому что, ну, так случается, так случается, что человек попадает в турбулентность, из которой он может выбраться, а может и не выбраться. И он прекрасно понимал, у него было такое понимание того, что страх, страх вот у него был. Я не хочу сказать, что это животный страх. Животный страх, когда очень сильно человек боится, был у него в 22-м году, я периоды назвала. А вот уже сейчас здесь оно, знаете, как свершилось то, что должно было свершиться. Вот эти дары судьбы, которые он имел, ну, к сожалению, они уже, так сказать, как говорится, а теперь пройдите к кассе. На что хочу обратить внимание? Предположим, что он бы сидел где-то в каком-то месте, не вылазил бы, и, как говорится, пчела не кусает, танки не ездят, и всё хорошо. Ну, здесь велика вероятность того, что именно февраль месяц, вот тогда бы в феврале месяце, он бы мог попасть в некое заключение. Что это за заключение? Если бы это, возможно, его даже арестовали бы свои, посадили бы, и он это прекрасно знал, потому что там какие-то дары судьбы, ну, как дары, какие-то деньги, какое-то имущество. Я не буду в это влезать, вы сами тут уже как-нибудь, как говорят, разбирайтесь. Но это связано прежде всего с профессией, это связано с социумом, то есть, ну, я думаю, что его бы, знаете как, это был бы период каких-то материальных и финансовых убытков. Прибыли нет, клиенты становятся неплатёжеспособными, и здесь духовность, она замыкает его внутри самого себя. То есть, его нет для социума, понимаете, да? Человека нет. Сопротивляемости организма ноль, депрессия есть, обмен веществ нарушается, психосоматические расстройства дальше некуда. Но это всё время как бы у него так. И здесь, по большому счёту, он тоже попадает в некую такую мясорубку, где его ломает, то есть, понимаете, или в прямом, или в переносном смысле. Вообще, по большому счёту, здесь работа Сатурна. Сатурн – это кости, это духовность, это руководитель. Ну, Сатурн, в общем-то, не любит хаоса. Сатурн любит, когда что-то делается для Вселенной, то есть, в таком высоком понимании, для человека. И здесь уже всё. Он как бы та же ситуация. Но единственное что, что февраль месяц есть указание на то, что его бы могли просто-напросто или же посадить, или же он бы уже точно стал бы жертвой аварии. И здесь никуда от этого не деться. Ну, такое бывает, к сожалению, что чётко, как говорится, видно, и хочешь, не хочешь, а давай, дорогой мой, собирайся, чемодан собран. Очень удивительно, что ну вот так, вот так. Всё, что уже... Вообще, вы знаете, что? Та же ситуация, что и у министра МВД. Некая такая драма внутри его самого может быть потому, что он знает больше, чем кто-либо знает. И попытка куда-то уехать. Но у этого появляется... Он поздно, поздно он решил уезжать. Это не раньше было бы где-то марта, март-апрель. Да, он мог бы уехать. Но, к сожалению, это было бы поздно. И я не знаю, каким-то образом там посели и одного, и второго, если брать вот этих обоих министра и заместителя министра. Друзья мои, не буду ходить вокруг да около. Скажу сразу, что здесь однозначно идёт устранение. Но это устранение уже предначертано свыше. Здесь есть указание на предательство. И если говорить, кто это мог сделать, как говорится, откройте дверь с кабинета власти. Это самый лучший способ убрать людей, которые уже явились предателями Украины. Где-то что-то вот этот товарищ сделал не так. Я говорю о заместителе. Ну, к сожалению, к сожалению, то, что есть, то есть. Вот такой вот способ. И кармический узел служения и изоляции и уход при помощи именно воздуха. Ну, вот такие вот. Здесь однозначно внезапно проявляются какие-то старые тайны, скрытые враги появились, внезапные удары вот этих тайных врагов. И здесь именно насильственная или же внезапная смерть могла бы быть еще в тюрьме, если бы он не погиб, как я уже ранее сказала, то в феврале месяце он мог бы оказаться в тюрьме. Я не думаю, что на данном этапе всего того, что происходит в стране, есть желание у кого-то свыше проводить какие-то расследования и разбираться во всех каких-то делах. Но то, что министр и замминистра были оба как бы вовлечены и явились, возможно, косвенно, я буду мягкой в таких выражениях, это однозначно. Устранение, да, это, ну, бывает так, что человек живет, 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 он что-то делает, 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 потом это становится известно кому-то, понимаете, да, и готовится, то есть люди думают, а что же нам с тобою делать, как же нам с тобою поступить. И это однозначно уже прописано по судьбе. Или же ты успеваешь куда-то уехать, или же тебя просто устраняют по прописанному, как говорится, судьбой плану. Ничего здесь удивительного нет, здесь есть только одно, это указание и пренебрежение социумом, поэтому, да, много прибыли, много поощрений, много подарков, и здесь однозначно желание господствовать и желание управлять. Я думаю, что все всем понятно. Сообщается также о гибели Евгения Енина, это заместитель министра внутренних дел с 2021 года, то есть до своей смерти в 2023 году. Здесь очень интересно вырисовывается у него судьба. Во-первых, этому человеку не надо было быть, знаете, таким заметным. В целом же, что касается его ухода из жизни, то такое предупреждение было уже в 2022 году, он четко это знал, он четко это понимал, он чудом остался жив, если можно так сказать, ну, это где-то май, июнь месяц, ну, еще там в августе были такие, как бы, как я говорю, звоночки. Что касается 2023 года, ну, здесь немало, как говорится, есть указаний на то, что это опасности, которые могут принести совсем не то, то есть нельзя не переоценивать силу Вселенной. Вот так я скажу. И это неудачный период. Это тот период, когда небеса уже не покровительствуют его общественной деятельности, равно как и проявлению даже его щедрости и великодушия. Во-первых, он вызывал у окружающих раздражение, а не благодарность, то есть не любили его. Здесь есть указания, возможно, только на этот период, потому что я смотрю, только, ну, 22-й и 23-й год. Здесь надо, надо было отнестись очень осторожно к дарам судьбы, так как они могут стать предметом тревог. И здесь очень сильно проявляется именно его общественная деятельность, его карьера, именно указания на карьеру, хотя он является заместителем. Вы знаете, как говорят, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, а здесь, к сожалению, всё наоборот. Уйти он мог до середины февраля, его бы убрали, потому что, ну, так случается, так случается, что человек попадает в турбулентность, из которой он может выбраться, а может и не выбраться. И он прекрасно понимал, у него было такое понимание того, что страх, страх вот у него был. Я не хочу сказать, что это животный страх. Животный страх, когда очень сильно человек боится, был у него в 22-м году, я периоды назвала. А вот уже сейчас здесь оно, знаете, как свершилось то, что должно было свершиться. Вот эти дары судьбы, которые он имел, ну, к сожалению, они уже, так сказать, как говорится, теперь пройдите к кассе. На что хочу обратить внимание? Предположим, что он бы сидел где-то в каком-то месте, не вылазил бы, и, как говорится, пчела не кусает, танки не ездят, и всё хорошо. Ну, здесь велика вероятность того, что именно февраль месяц, вот тогда бы в феврале месяце он бы мог попасть в некое заключение. Что это за заключение? Если бы это, возможно, его даже арестовали бы свои, посадили бы, и он это прекрасно знал, потому что там какие-то дары судьбы, ну, как дары, какие-то деньги, какое-то имущество. Я не буду в это влезать, вы сами тут уже как-нибудь, как говорят, разбирайтесь. Но это связано, прежде всего, с профессией, это связано с социумом, социумом. То есть, ну, я думаю, что его бы, знаете, как, это был бы период каких-то материальных и финансовых убытков. Прибыли нет, клиенты становятся не платёжеспособными, и здесь духовность, она замыкает его внутри самого себя. То есть, его нет для социума, понимаете, да? Человека нет, сопротивляемости организма ноль, депрессия есть, обмен веществ нарушается, психосоматические расстройства дальше некуда, но это всё время как бы у него так. И здесь, по большому счёту, он тоже попадает в некую такую мясорубку, где его ломает. То есть, понимаете, или в прямом, или в переносном смысле. Вообще, по большому счёту, здесь работа Сатурна. Сатурн – это кости, это духовность, это руководитель. Ну, Сатурн, в общем-то, не любит хаоса. Сатурн любит, когда что-то делается для Вселенной, то есть, в таком высоком понимании, для человека. И здесь уже всё. Он как бы та же ситуация. Но единственное, что, что февраль месяц есть указание на то, что его бы могли просто-напросто или же посадить, или же он бы уже точно стал бы жертвой аварии. И здесь никуда от этого не деться. Ну, такое бывает, к сожалению, что чётко, как говорится, видно, и хочешь, не хочешь, а давай, дорогой мой, собирайся, чемодан собран. Очень удивительно, что ну, вот так, вот так. Всё, что уже... Вообще, вы знаете, что та же ситуация, что и у министра МВД. Некая такая драма внутри его самого может быть потому, что он знает больше, чем кто-либо знает. и попытка куда-то уехать. Но у этого появляется... Он поздно, поздно он решил уезжать. Это не раньше было бы где-то марта, март-апрель. Да, он мог бы уехать, но, к сожалению, это было бы поздно, и я не знаю, каким-то образом там посели и одного, и второго, если брать вот этих обоих министра и заместителя министра. Друзья мои, не буду ходить вокруг да около, скажу сразу, что здесь однозначно идёт устранение, но это устранение уже предначертано свыше. Здесь есть указание на предательство, и если говорить, кто это мог сделать, как говорится, откройте дверь кабинета власти. Это самый лучший способ убрать людей, которые уже явились предателями Украины. Где-то что-то вот этот товарищ сделал не так. Я говорю о заместителе. Ну, к сожалению, к сожалению, то, что есть, то есть. Вот такой вот способ. И кармический узел служения и изоляции, и уход при помощи именно воздуха, ну, вот такие вот. Здесь однозначно внезапно проявляются какие-то старые тайны, скрытые враги появились, внезапные удары вот этих тайных врагов, и здесь именно насильственная или же внезапная смерть могла бы быть еще в тюрьме, если бы он не погиб, как я уже ранее сказала, то в феврале месяца он мог бы оказаться в тюрьме. Я не думаю, что на данном этапе всего того, что происходит в стране, есть желание у кого-то свыше проводить какие-то расследования и разбираться во всех каких-то делах, но то, что министр и замминистра были оба как бы вовлечены и явились, возможно, косвенно, я буду мягкой в таких выражениях, это однозначно. Устранение, да, это, ну, бывает так, что человек живет, 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 он что-то делает, 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 потом это становится известно кому-то, понимаете, да, и готовится, то есть люди думают, а что же нам с тобою делать, как же нам с тобою поступить, и это однозначно уже прописано по судьбе, или же ты успеваешь куда-то уехать, или же тебя просто устраняют по прописанному, как говорится, судьбой плану. Ничего здесь удивительного нет, здесь есть только одно, это указание и пренебрежение социумом, поэтому, да, много прибыли, много поощрений, много подарков, и здесь однозначно желание господствовать и желание управлять. я думаю, что все всем понятно. желание очевидно.